всем огромный привет добро пожаловать в новый влог я сейчас еду на шиномонтаж наконец-таки у нас уже на улице весна весна уже зеленая трава зеленые деревья а я хочу на шиномонтаж менять зимнюю резину но на самом деле просто ждала очень долго записалась за три по моему недели или за две недели но в общем как-то все забито и и занято вот поэтому сейчас отдам машину на шиномонтаж и хочу сходить до фикс прайса посмотреть что там появилась новенького какие там новиночки есть какие интересные товары потому что давно честно говоря не заходила фикс прайс и еще мне нужно фикс прайс и посмотреть кое-что такое бытовое для дома знаете то что израсходовалась всякая мелочевка девочка вообще едет даже не смотрит куда он едет взять куда ты едешь выезжая со двора а 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 я уже дома сейчас вам покажу что купила фикс прайс взяла вот такие вот влажные салфетки антибактериальные котты Здесь 20 штук в упаковке Я взяла 3 упаковки Я эти салфетки кладу Ване в школу Они именно антибактериальные Не антисептические То есть не содержат спирта Мне нравится, что они не сушат руки Ваня может там и парту протереть И руки тоже протирает Особенно перед столовой Несмотря на то, что они заходят мыть руки Но не всегда, знаете, моется все это с мылом Не всегда это мыло есть Вытерить там негде Поэтому я, в общем, кладу ему вот такие вот салфетки Он ими, кстати, очень хорошо пользуется Потому что я достаю постоянно пустые упаковки Также взяла упаковку плюши Вот этих салфеток Пользуюсь ими постоянно И в коридоре они у меня стоят перед выходом И вот здесь на кухне я ими пользуюсь В общем, нравятся мне вот эти салфетки Несмотря на то, что здесь всего 2 листа То есть 2 слоя Но они достаточно плотные, хорошие Не уступают абсолютно трехслойным И большие упаковки 230 листов Что касается Пасхи Я, в общем, не стала брать вот эти вот яйца разные Все для декора Потому что я решила сначала достать все, что есть у меня Посмотреть И только потом уже, ну, если захочется, что-то докупить Единственное, что я пока купила для Пасхи Это я заказала такую дорожку на стол на Валберес Потом она приедет, тоже вам покажу И вот мне безумно понравилась вот эта вот курочка Маленькая У меня есть большая такая же Я покупала года 2, по-моему, назад тоже фикс прайс И вот эта вот малышка мне тоже очень понравилась Красивая Решила попробовать вот такую вот глазурь Взяла со вкусом ванили Для приготовления Не знаю, девчонки, я даже состав, честно говоря, не прочитала Просто вот взяла, думаю, попробую на куличи И вот такие вот, это переводные наклейки То есть не просто наклеиваются на яичках Их нужно будет с помощью воды перевести Ну, взяла вот в таких вот нежных расцветках В общем, с Ваней будем тоже перед Пасхой этим заниматься Он у меня любит такое всякое творчество Вот, поэтому будем заниматься Взяла пакеты фасовочные Мне вот эти нравятся, кстати, пакеты Они и большие, и здесь 70 штук И достаточно плотные Взяла себе расческу новую, светленькую Решила обновить Я вам показывала, там были квадратные И вот я нашла такая И, по-моему, розовая были в наличии Вот такие вот круглые Потому что квадратные, мне кажется, слишком большие Вот, попробовала так Вроде как она ничего Надо будет ее только с мылом помыть Потому что мало ли кто-то вообще ей расчесывался Но понравилась мне Она достаточно легкая Вот если с собой, например, брать Я люблю такие расчески Другими, честно говоря, не пользуюсь Не расчесываю волосы Взяла вот такую вот щеточку Мне очень понравилось, что здесь деревянная ручка Светленькая, она красивая Что мне еще понравилось Это то, что она на пластиковой основе Здесь не дерево Соответственно, ничего не будет здесь Никакие микробы заводиться Ничего не будет здесь гнить Вот, ничего не нужно будет дополнительно прочищать И она тоже достаточно плотная В общем, щетку взяла для того, чтобы мыть здесь Вот раковину на кухне Можно и ванну, и в туалете В общем, я попробую еще Может быть, даже прикуплю еще вторую Для именно ванны и туалет Взяла вот такое вот жидкое мыло для рук Масло органы Я вот от этого бренда Аура Недавно понюхала крем для рук И мне очень понравилось Там тоже было масло органы Здесь нельзя было понюхать этот аромат Попробовать, но думаю, что не будет сильно отличаться Здесь целый литр И мыло для рук у нас расходуется очень быстро Потому что и в туалете жидкое мыло И в ванной жидкое мыло В общем, поэтому взяла И, девчонки, взяла я все-таки вот эту вот лаванду Так уж мне понравился этот аромат Я думаю, что попробую букетик поставить Может быть, в туалет Вот, чтобы там типа такого, знаете, натурального ароматизатора Постоянно играющего было Но вот даже пока ехала В машине у меня аромат лаванды В пакете аромат лаванды В общем, очень мне понравился И смотрите, здесь такие цветочки красивые Но нужно, конечно, выбирать Потому что были там букетики В которых вот эти цветы были не фиолетовые А какие-то чуть ли не белые А я сейчас перехожу к уборке У меня сегодня очень много планов Я продолжаю готовить свой дом к Пасхе Продолжаю убираться В этом году я много что делала И не записывала видео Как-то не было, не знаю, желания Да и, честно говоря, по времени тоже Нужно всегда выделить время Для того, чтобы записывать Именно поставить камеру, записывать видео Очень часто нужен хороший свет Хочется, чтобы картинка была приятная глазу А в этом году я как-то много Из того, что делала по дому Я делала в вечернее время Или там во время, когда Ну уже не совсем хороший свет Для записи видео Потому что Ваня учится У нас достаточно много задают уроков Вот эти последние недели У нас были аттестационные Даже в первом классе Для меня это был, честно говоря, шок Но даже в первом классе Ваня сдавал аттестации По всем практически предметам Даже по физкультуре У них была устная аттестация Вопросы, на которые они должны были ответить Вот, также у нас аттестация была сложная По математике, по русскому По литературному чтению Мы на родительском собрании Даже получили те варианты Которые были у них Посмотрели И вот, девочки, я вам честно скажу Даже мне в моем возрасте И в более такой спокойной обстановке Атмосфере Читать было тяжело Потому что там достаточно большой текст Этот текст нужно было разобрать Нужно было ответить на определенные вопросы Нужно было составить, по-моему, краткий Такой пересказ этого текста И еще были два задания Со звездочкой, так называемой На пятерку Там нужно было именно свои мысли Выразить по поводу этого текста Но, честно говоря, задание не для первого класса Как я считаю Потому что в первом классе еще дети Только-только входят Вот в это обучение Но вот такая сейчас программа Вот, поэтому очень много Что я делала для Пасхи Я делала за кадром Пока Ваня там делал уроки А я чем-нибудь занималась Вот Но сегодня у меня выдался такой день Я решила вам записать мотивацию И тоже немного не получилось у меня Так, как я планировала Потому что я хотела эту мотивацию Выложить вам заранее Где-нибудь там во вторник, в среду Для того, чтобы успеть к чистому четвергу Потому что, как правило, в чистый четверг Происходит вся уборка, чистота нашего дома Но вот получилось, как получилось Выкладываю вам в пятницу Но надеюсь, что тоже вас смотивирую Хотя сегодня уже, наверное, нужно печь куличи И красить яйца Я вот, честно говоря, вот именно четко по дням Кроме чистого четверга Я больше ничего не знаю Но я не совсем строго придерживаюсь каких-то вот таких вот правил Я знаю, что, по-моему, в субботу ничего нельзя делать Там, как говорят, девица косы не плетет Вот, но всю неделю я, в принципе, убиралась И мыла окна, меняла постельное белье Также убирала всю зимнюю одежду, наконец-то Потому что в этом году, честно говоря, вот эти перепады погоды То тепло, прям жарко У нас до 25 градусов Мы ходим в футболках То буквально через два дня резко холодно становится Я достаю там какие-то синтепоновые даже куртки Там пальто Вот, и мы ходим в такой теплой одежде Но уже, как говорится, не выдержала душа поэта Когда у меня за окном все зелено А у меня еще стоят утепленные ботинки Висят теплые куртки-пуховики В общем, я все это убирала Как всегда складывала Я вакуумировала все наши пуховики Все наши большие куртки Я показывала в видео в прошлом году И, по-моему, даже в позапрошлом году Мне очень понравился этот способ именно хранения верхней одежды У меня небольшая полочка в коридоре в шкафу, в прихожей И туда у меня вот именно пластиками все-все-все помещается У меня туда помещается, наверное, штук 15 наших вот больших курток-пуховиков В общем, и наших с Дашей пальто И Лешина большая куртка И Ванины тоже Две зимние куртки В общем, у меня все помещается Вот именно когда я все укладываю в вакуумные пакеты Я вытягиваю воздух И тогда пластиком все хранится Кстати, кто-то меня спрашивал Как, насколько хорошо хранится И как потом выглядят вещи Девочки, вы знаете, все нормально Все вообще идеально Я, конечно, после своей ошибки Теперь именно в вакуумных пакетах Не храню межсезонную одежду без синтепона Я имею в виду какие-то плащи Даже кожаные куртки я когда-то так Тоже и пальто Я так в вакуумный пакет засовывала Но, в общем, испортила я одну кожаную куртку Поэтому я теперь храню только зимнюю одежду Вот так именно с помощью вакуумных пакетов А обычную межсезонку просто складываю в кофры В какие-то контейнеры Вот, и убираю И обувь тоже все перемыла Все перечистила Намазала кремом Туда напихала всякой бумаги Чтоб сохранила форму обувь И убрала наконец-то на хранение Сейчас я уже в зале помыла окно Окно я теперь мою очень быстро Мне безумно нравится этот способ Не нужно никаких дополнительных приспособлений Только тряпочка от Веледа Обычная какая-нибудь микрофибровая тряпка Для того, чтобы собрать всю грязь Даже можно одноразовыми тряпками воспользоваться Вода и средства для окон Которые тоже, честно говоря, не обязательно с тряпочкой Веледа Но я использую только для того, чтобы немного аромата Какого-то такого чистоты распространить И в то же время мне кажется, что именно со средством Окна не так быстро грязнятся Я пробовала мыть просто окна с помощью тряпки Все отмывается замечательно Но вот когда именно распределяешь средства И потом протираешь тряпкой Мне кажется, что не так быстро оседает пыль, грязь В общем, на стекле Поэтому теперь использую вот это вот средство для окон всегда И сегодня я вешаю свои новые шторы Я тут вешала, пробовала вешать свои старые шторы Но они у меня серого цвета И серый такой, ну он как бы не слишком холодный Но он, наверное, темноватый И мне показалось В общем, очень темная комната получилась У нас гостиная вообще достаточно темная У нас и обои, несмотря на то, что они Я бы не сказала, что они сильно темные И серый у них оттенок очень теплый, красивый Но из-за того, что у нас гостиная мало светлая Так скажем, то есть мало света в нее попадает Кстати, я заметила, почему это происходит Я пришла к своей маме И у нее дом достаточно старой постройки И я посмотрела, насколько большое у нее окно в гостиной И это окно дает так много света в комнату Все вот солнечные лучи, свет, он проникает И просто заливает всю комнату светом У нас окно не такое большое И поэтому, как мне кажется, в комнате у нас еще и из-за этого тоже темно Тюль я уже тоже отправила в стирку Сейчас она у меня быстренько простирнется Я ее повешу Сейчас расскажу, покажу Свои разочарования в том числе покажу Вот, и еще на ВБ попробовала Пока искала вот всякое для Пасхи Мне в рекомендациях попались вот такие вот Чиорио конфеты Хрустящая карамель с морской солью Не устояла Решила заказать, попробовать Это какая-то новинка 265 рублей стоила вот эта упаковка И здесь полкилограмма Вот, но Чиорио мы любим Мне нравятся эти конфеты Поэтому думаю, что эти тоже нас не разочаруют А вот это меня, честно говоря, разочаровало И одно, и второе Значит, заказала я вот такой вот пряник В этом году решила заказать вот такие вот ушки Здесь, видите, шпажка Для того, чтобы поставить на кулич Но, честно говоря, меня разочаровало и само исполнение Потому что здесь вот как-то не очень ярко все это прокрашено В то же время цветы яркие То есть я бы поняла, если бы все красители были одного такого нежного оттенка Это действительно красиво высмотрелось Также нет вот этой вот дырочки под шпажку Не раз с этим сталкивалась Когда заказываешь пряники Так как я делала торты И вот когда ты заказываешь без вот этой вот дырочки То есть вероятность, что ты начнешь продевать шпажку И она куда-нибудь пойдет не туда Поэтому я предпочитаю всегда вот покупать пряники Когда я покупала, заказывала у девочек специально Которые изготавливают пряники для кондитеров Именно у той девочки, которая делает так Чтобы кондитеру не приходилось дополнительно что-то еще делать Там проходило внутри пряника специальное отверстие Куда просто вставляешь шпажку и все Здесь нужно протыкать самостоятельно И что мне больше всего не понравилось Все остальное это ерунда Это то, что от этого пряника нет абсолютно никакого аромата Поэтому вот для меня это разочарование В прошлом году я заказывала набор пряников Да, они были подороже, но там и пряников было, извините меня, больше Там было 5 пряников, здесь один стоил около 300 рублей В прошлом году я заказывала целый набор за 500 рублей И аромат стоял на всю кухню Я заказала, кстати, в прошлом году пряники, по-моему, за 3 недели И за все эти 3 недели или за 2 недели И вот эти 2 недели пряники лежали в коробочке у меня Когда я их достала, они были безумно ароматными, вкусными, классными Я не знаю, когда выйдет это видео Но на всякий случай я все равно ссылку на вот те вкусные пряники обязательно оставлю В этом году не знаю, буду заказывать или нет Может быть еще какой-нибудь один пряничек закажу Вот, потому что этот, ну, честно говоря, по аромату вообще никакой И еще одно мое разочарование Решила я заказать вот такие вот перепелиные яйца, дрожжи Для того, чтобы тоже украсить куличи И посмотрите, в каком состоянии они ко мне приехали Это все еда На Валберес это оплачиваешь И возврату это, естественно, не подлежит Несмотря на то, что это вроде как закрыто И тут даже ничего не откроешь Но все, в общем, разрушенное Не знаю, 10 яиц, дай бог, я отберу на украшение По составу тоже мне не очень понравились Но состав я, это моя ошибка И вместо того, чтобы посмотреть изначально состав И только потом заказать Я сделала наоборот Я сначала заказала, потом уже почитала состав Шоколада здесь нет Одна глазурь В общем, не совсем хорошее качество этих вот яиц перепелиных шоколадных Внутри там должен быть орех Но вроде как многие пишут, что даже там не орех А воздушный рис Вместо ореха Ну, в общем, так вот У меня, кстати, сегодня еще очень много чего нужно перегладить Сейчас как раз машинка постирала постельное Я вставила на режим под утюг То есть можно достать сразу из машинки После стирки и гладить Поэтому сейчас как раз буду заниматься постельным Отглажу его и отправлю сразу на хранение Очень люблю так делать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вот у меня еще одна порция глажки Это Ванина одежда Ну, здесь Ванина, Даша на футболочке Тоже мои футболки здесь есть Сейчас все сложу и сделаю небольшой перерыв Пойду уже на кухню позанимаюсь Потому что нужно приготовить обед Скоро Ваня придет со школы И потом где-то через пару часов уже Даша возвращается Поэтому я сразу делаю обед на всех И также я сегодня еще хочу Сейчас быстренько отправлю цветы в душ В общем, полью их Уберу все листочки у меня какие-то Вот здесь вот пожелтели Хочу их подкормить немножко Свои цветочки Вот этот, кстати, большой цветок Все время забываю его название Не судите строго Вот он у меня Спатифилум, по-моему, да? Вот он у меня выпустил цветок Для меня это большая неожиданность Потому что он у меня лет, наверное, пять Вообще не цвел Вот Хочу, в общем, подкормить Я тут недавно проезжала мимо Леруа Заехала, купила новое средство Как раз для зеленой листвы И, в общем, протру листочки, протираю Полью их И оставлю здесь немножко Чтобы они постояли в таком спа Можно сказать Вот И отправлюсь на кухню Там позанимаюсь тоже своими делами Приготовлю обед И потом уже вернусь К завершению своих уборочных, так скажем, дел Субтитры сделал DimaTorzok У меня последнее время Какая-то привычка новая появилась Я прежде чем чем-то заниматься на кухне Люблю кухню полностью прибрать Убрать Привести В такое полуидеальное состояние И потом уже заниматься Раньше я как-то не так обращала на это внимание Я могла, например, на одной части столешницы что-то делать А, к примеру, на второй части столешницы У меня могла стоять там посуда Которая под высыхание, так скажем, ждет Своего высыхания Или то, что мне нужно было протереть полотенцем Сейчас вот нет Я сначала все должна убрать Протереть всю столешницу Почистить там раковину Протереть варочную поверхность И только потом я начинаю заниматься Какими-то приготовлениями еды Или чем-то еще на кухне Какими-то именно вот кухонными делами Для меня прямо это очень важно стало И вообще я заметила, что я последнее время Не выношу Когда остается какая-то недоделанная, так скажем, работа Работа должна быть доведена до конца И именно поэтому я стала сейчас свои дела дробить Я стала делать маленькие дела Но так, чтобы доделывать их от начала и до конца Обещала вам показать, что еще купила к Пасхе на Валберес Вот как раз забрала две последние коробочки И тут мы с Дашей проезжали мимо ленты Зашла в ленту Сейчас хочу вам показать то же, что купила Вот такие вот силиконовые формы Как я уже и сказала Они там представлены в трех размерах Вот эта самая маленькая, эта средняя И еще есть большая Но так как я не пику куличей именно больших размеров То я взяла себе маленькую и вот такую вот среднюю У меня еще одна маленькая с прошлого года осталась В двух цветах там желтые и розовые Вот эта вот маленькая вот размер здесь написан И вот эта вот средняя вот такой размер 12 на 9 Мне нравится, что здесь вот эти буковки ХВ То есть отпечатается, при том они с двух сторон То есть на выпечке это отпечатается тоже очень красиво Не обязательно даже куличи, что-то еще здесь можно выпекать И еще в ленте смотрите, что нашла Вот такие вот полотенчики Здесь правда в наборе два полотенца Но они один в один, как икеевские Одно полотенце здесь вот такое вот в клеточку И второе полотенце оно в полоску В общем там оно внутри Мне на самом деле очень понравилось качество этих полотенец И размер здесь 45 на 60 В общем я вот достану их, постираю Посмотрю, как они будут после стирки И если понравятся, то обязательно поеду куплю еще И заменю, наверное, все свои икеевские Потому что у меня уже полотенчики Ну как бы не очень такие хорошие Не очень свеженькие В общем нужно их тоже позаменить И еще взяла, да, по стоимости 199 рублей Вот этот вот набор стоил Дороговато, честно говоря Может быть можно поискать где-то и дешевле Если знаете, то пишите внизу Потому что вот такие вот именно как икея полотенчики Мне нравится на кухне использовать И для видео они красиво смотрятся И вот такое вот еще взяла Home Club Здесь 40 на 70 И вот это вот полотенце Оно более такое плотное Качество у него получше 99 рублей оно стоило Не знаю, по-моему акция была В общем на акции взяла Еще были такие же зелененькие, серенькие, бежевые Но вот я взяла беленькое Вот и сейчас покажу вам, что мне приехало к Пасхе Только хотела хвалить Потому что, посмотрите, как все круто упаковано Также здесь коробочка подарочная Но смотрите, что у меня произошло Вот такая вот Ой, ну что-то мне, короче, в этом году не везет В общем здесь вот такие вот две палочки Это два имбирных пряника Подарочные коробочки Даже можно кому-то это преподнести, подарить Не знаю, буду ли я, ну как бы писать на Валберес, да Подавать, потому что времени уже не слишком много осталось Я вряд ли думаю, что мне успеет что-то прийти Может быть я как-то эту птичку все-таки посажу на куличик Потому что ни для кого я это не делаю Для, ну в общем, гостей, так скажем Это все для нас ХВ буковки, в принципе, хорошо сохранились И в общем здесь вот у меня, девчонки Вот такое вот драже Яйца здесь Они вот как раз из-за того, что может быть Кстати, и в пакете, а не в банке Они пришли в лучшем состоянии Ничего, видите Ну, может быть попадаются вот как бы сколы некоторые Но основная часть яиц, она сохранена Поэтому, в общем, вот эти вот, да Вот эти у нас пойдут и на украшения И на куличики Видите, здесь такие расцветки Очень натуральные вот эти коричневые И на куличики И так вот просто детям побаловаться Состав тоже не буду утверждать там хороший он или плохой Я смотрела именно по тому, как это выглядит Там внутри, они, кстати, тяжелые Здесь полкилограмма Внутри должен быть орех Ходила в магазин, купила орехи и сухофрукты Что-то у нас все подзакончилось Вот эти орехи сейчас буду промывать И потом отправлять в духовку на сушку Как правило, я промываю орехи хорошо Потом их замачиваю Однажды я замочила на ночь И, честно говоря, мне не понравилось, как получилось Потому что они очень сильно разбухли Поэтому я примерно замачиваю их на полтора-два часа И потом на минимальный градус Там 30-50, в зависимости от того, какая у вас духовка Отправляю в духовку и просто там оставляю Также купила вот такие вот маленькие цукаты Это на кулич буду добавлять Здесь у меня это, по-моему, в общем, где-то здесь у меня вишня А где-то у меня вяленая клюква Я очень люблю в каше И Ваня у меня любит в каше Поэтому вот это вот сейчас тоже все промою Разложу на полотенце Пусть так подсохнет И еще кураги взяла Курагу взяла какой-то первый раз Такую беру Вообще беру всегда курагу такую крупную Которая крупная, оранжевая Но вот продавец мне подсказал Что вот эта курага, она очень сочная, насыщенная Не кислая, такая кисло-сладкая Здесь у меня цукатикл опал Вот кисло-сладкая, в общем, вкусная Поэтому я взяла Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Занятия на кухне Это особый вид медитации для меня Я очень люблю этим всем заниматься Особенно если никуда не нужно спешить У тебя все сделано Тебя никто не гонит, не ждет И вот ты действительно можешь посвятить время Каким-то таким, знаете, мелочам С одной стороны С другой стороны Это именно те вещи Которые в конечном итоге складываются Во что-то такое грандиозное Я имею в виду те мелочи Которые вы всегда откладываете Сделаю потом Это неважно, это несрочно И в конечном итоге Вот как раз эти маленькие дела Которые не требуют большого количества времени Они складываются в такой гигантский ком Который ты не можешь разобрать Вот я сейчас, например, помыла Некоторые свои контейнеры И вот честно вам скажу Ну вот что такого взять Помыть контейнер Его протереть полотенцем И пересыпать туда, например, рисовую муку Когда у меня закончилось Или овсяные хлопья Но не доходят до этого руки Как-то не кажется это дело важным И всегда это откладывается И вот сейчас у меня произошло то же самое Я все это складывала Именно в тех упаковках, в которых покупала А сами контейнеры стояли пустые Ну вот, наконец, руки дошли Все я сделала Все готово И вот как раз появилось такое Некоторое время для того, чтобы Позаниматься и сделать какие-то мелочи И, кстати, по поводу сахарной пудры Я покупаю именно не тающую Так она называется сахарная пудра И мне она действительно очень нравится Я действительно заметила, что она не тает Даже если ее распределять на горячую выпечку Вот с пылу-жару Пожарить какие-нибудь там блинчики Складываю на тарелочки Посыпаю этой пудрой И все замечательно Она действительно не тает прям вот моментально Она, конечно, если прям долго будет лежать То она начинает подтаивать Но вот ребенку подать, например, красиво Или сырники себе посыпать И сесть красиво выпить чашку кофе с сырником Именно который такой посыпанной сахарной пудрой Это действительно очень классно И ты успеваешь, в общем, с этой сахарной пудрой Насладиться вот этой визуальной красотой Вот В общем, на кухне я все переделала Детей накормила Сейчас у меня Ваня пошел немножко отдохнуть После школы Потому что ему обязательно нужно это время Он приходит у меня И у нас такой ритуал Я какое-то время занимаюсь Либо работой, либо своими делами Какими-то домашними Он кушает, отдыхает И потом мы с ним целенаправленно садимся делать уроки В первом классе после того, как он проведет 6 уроков в школе Очень сложно действительно посадить ребенка еще и дома Делать уроки И задают им, честно говоря, прилично И самое главное Очень сложно стало сажать его за уроки сейчас Потому что на улице светло Тепло Солнце Все зелено И, в общем, конечно, хочется гулять Вот Поэтому вот сейчас как раз я тут доглажу Те вещи, которые у меня ждали меня Которые я складывала Вам показывала И, в общем, мы с Ваней сядем делать уроки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и на этом я буду, наверное, заканчивать свое видео Оно у меня получилось достаточно длинным Поставьте, пожалуйста, пальчики вверх Если вам нравится такой длинный видео Если нравятся вот такие вот видео Когда просто показываются бытовые какие-то дела Я вас благодарю за то, что вы были со мной За то, что досмотрели это видео до конца Увидимся совсем скоро Пока-пока